Всем огромнейший привет! Предлагаю начать разбор пустых баночек уходящего года. И начну я вот с такой замечательной шампуни корейской, которая предназначена для интенсивного увлажнения волос. Большая тара 500 мл хватила мне надолго. И этот шампунь понравится девчонкам, у которых волосы сухие, вьющиеся, часто окрашиваются. Потому что восстанавливает просто изумительно. Не надо использовать ни бальзам, ни маску, сам шампунь по себе. Он очень густой, очень питательный. Классно волосы разглаживает, выравнивает. Действительно, немножко их так утяжеляет, питает. Ну, замечательная вещь. Конечно, с удовольствием бы я этот шампунь повторила. Также хочу похвалить вот такое мыло для интимного ухода от бренда Маграф. С маслом ромашки и хлопком. Такая же тара 500 мл покупала в магазине Фикс Прайс. Сам продукт меня не разочаровал. Хорошо очищает, хорошо придает свежесть, комфорт. Был продукт вот такого прозрачного оттенка. Не густой и не жидкий. Средней консистенции из минусов могу отметить только дозатор. Он очень быстро у меня сломался. И пользоваться было, конечно, неудобно. Еще в запасах такое мыло есть. Буду пользоваться с удовольствием. И, в принципе, могу посоветовать к покупке. Обалденнейший просто шампунь от бренда Дёзит Эссенс. Манго подошел к концу. Этот шампунь был разглаживающий. Он так классно очищал волосы, придавал им блеск. А какой у него насыщенный тропический аромат. Плюс этот шампунь в своем составе не имеет никаких вредных компонентов. Только натуральные, природного происхождения ингредиенты. Он восстанавливал волосы. Также их изумительно увлажнял. Заказывала на сайте iHerb. И оставлю ссылочку на этот шампунь. Потому что он замечательный. Сплошной восторг. Буду покупать еще раз. Это точно. В этом месяце я подкрашивала корни вот такой краской от Garnier. Color Naturals. И это у меня оттенок темный каштан. А ничего особенного сказать не могу. Краска неплохая. В принципе, со своей функцией справилась. Претензий у меня нет. Закончился гель для душа от бренда Palmolive. Palmolive мягкая, свежая ежевика. Приятненький гель. Но как-то особо он меня не зацепил. Аромат был неплохой. Текстура кремовая, густая. Кожу не сушил. Но попробовала и ладно. Желание купить повторно у меня не возникло. Еще один гель для душа подошел к концу. Уже от бренда Zaya. Это польская косметика. И это гель у меня был с экстрактом, по-моему, персика и груши. Да. Очень летний сладкий аромат. Большая упаковка. Превосходно пенился. Также кожу не сушил. Не вызывал никакого раздражения. Никакого дискомфорта. Тоже хороший гель. Такая рабочая лошадка. Крем-суфле для тела питательный. От Кафе Красоты. Сок вишни, экстракт ягод асаи, масло бразильского ореха. Это и правда крем-суфле. Оно очень легкое. Оно такое, как молочко. Быстро впитывается. Быстро разносится. Аромат меня устроил. Действительно пахнет немножко вишней. Какими-то цветочками. На теле аромат раскрывался приятно. Но восторга этот продукт у меня не вызвал. Он неплохо, в принципе, увлажняет. Но больше подойдет именно на весну, на лето. Потому что очень легкий продукт. Мне сейчас хочется чего-то более такого плотного, более густого. На работе у меня подошел к концу вот такой крем для рук. От бренда Аравия. С маслом Макадамии и маслом Карите. Во-первых, было удобно пользоваться. Потому что такая баночка с дозатором. Он подошел, крем на ручки нанес. Он быстро впитался. И руки стали мягкие и увлажненные. Пропала вот эта сухость и чувство стянутости. Аромат приятный. Всем моим коллегам он понравился. Этот крем все в восторге. И даже, по-моему, кто-то приобрел себе в магазине. Такой именно с маслом Макадамии и Карите. И меня благодарили за наводку. Кремы у Аравия действительно замечательные. С этим я поспорить не могу. А дома у меня закончился вот такой крем для рук с маслом органы и маслом сладкого миндаля. Пользовалась тоже с огромнейшим удовольствием. Хорошо кожу восстанавливал. Хорошо убирал шелушение. Какую-то красноту, дискомфорт. На зиму, на весну, на любое время года крем подойдет отлично. Поэтому присмотритесь. Особенно у кого кожа рук проблемная. От бренда Шоколате. Закончился гель-мос белый виноград. На основе отвара целебных трав. В общем, здесь много чего написано. Он был полностью натуральный. И текстура такая была воздушная, взбитая. Сразу бросается минус в глаза. Во-первых, это упаковка. Посмотрите, как она некрасиво выглядит. Хотя само средство мне понравилось. Волосы очищает. Волосы не пересушивает. Они такие блестящие, мягкие. Пахнет вкусно виноградиком. И стоит, как я знаю, недорого. Поэтому, возможно, куплю себе еще что-нибудь попробовать. Закончился у меня где-то за месяц-два именно такого частого использования. В декабре по уходу за телом часто использовала вот такую парочку. Это компания Дары Лето. Натуральная продукция. Доступная. Очень дешевая. Кокосовый фреш. Это сахарно-солевой скраб в объеме 250 мл. Обалденнейшая вещь. Нам были такие скрабирующие частички активные. И такой эффект массажа был замечательный. И аромат просто наиприятнейший. Классный, девчонки. Мне он очень понравился. Его бы я с радостью повторила. И вот такой крем-баттер для тела. Ванильный цитрус. 250 грамм. Маслянистый. Такой плотный. Когда наносила, было такое чувство маслянистой пленочки, которая долго не проходила. И средство впитывается не сразу. Но зато очень круто восстанавливает и смягчает кожу. Прям кожа становится как у младенца. Наносила не на все тело, а на такие проблемные участки. И знаете, очень классно выравнивал кожу. И очень классно насыщал полезными витаминами. Мне понравился, но только на зиму. Летом, весной будет очень тяжелый. Прямо такая текстура, она насыщенная. От The Body Shop у меня закончился бодибаттер для тела. Это миндальное молочко и мед. Маленькая упаковочка. Брала на пробу. И здесь, по-моему, 50 миллилитров хватило мне на два раза. Я могу отметить превосходный аромат. Действительно пахнет и миндальным молочком, миндальным маслом и медом немножко. Но аромат потрясающий. Он обволакивающий. Он абсолютно волшебный. Сама текстура была неплохая. Текстура, знаете, она и плотная, но в то же время впитывалась она быстро. Аромат на теле сохранялся долго. У меня претензий к этому продукту никаких нет, кроме его цены. Так, конечно, штучка была приятная. Если пользуетесь косметикой The Body Shop, то обратите внимание на эту серию. От Milo Milo подошел к концу у меня бальзам для ног. Гладкие пяточки он называется. Это у нас крем с натуральным воском и маслом ши. Хорошо питал стопы, убирал трещинки, убирал какие-то натоптыши, мозоли. Аромат приятный, но текстура неудачная. Разносится по коже с большим-большим трудом. Нужно прилагать усилия. И вот, знаете, не всегда мне хотелось этот крем использовать. Потому что, ну, с ним надо поплясать, чтобы его нанести. А так, конечно, эффект потрясающий. Но вот почему такая плотная текстура, которая абсолютно не хочет разноситься по коже, мне непонятно. Может быть, производитель бы как-то эту текстуру изменил, сделал ее более такой приятной. Может быть, рука бы тянулась к этому продукту чаще. Ну, а так, не знаю даже советовать или нет. В принципе, у меня был обзор на эту косметику. Я там все рассказала о всех минусах и плюсах. Но вот, например, я бы второй раз такой бальзам не повторила. Еще один крем для рук нашла в своем пакетике с пустыми баночками. Это Невея. Интенсивное питание для сухой кожи с маслом макадамского ореха. Аромат действительно был приятный. Такой ореховый, теплый, согревающий. По эффекту крем очень похож на кремы для рук от Аравия. Также классно за ручками ухаживает. И вот эту упаковочку в 100 мл я носила с собой в сумочке. Где-то в дороге, там по мере необходимости. Увлажняла ручки, мне понравилось. Ну, конечно, зима это время крема для рук. Без этого никуда. Поэтому закончилось у меня много подобных продуктов. От бренда Faberlic. Деликатный гель для умывания. Это такой бестселлер у данной марки. Очень многим данный гель нравится. Я не исключение. Хороший гель. Правда, меня немножко напрягает то, что он практически не пенится. Все-таки мне хочется, чтобы какое-то пенообразование было. А так очищает вполне неплохо. Кожа потом чистая, свежая, гладкая. Аромат у него еле уловимый, такой приятный. Упаковочка тоже радует глаз. Мне придраться не к чему. От Альзара закончилось два продукта по уходу за лицом. Это минеральный скраб и это увлажняющий крем для лица. И в одном и в другом продукте было по 125 миллилитров. Это нереально много. А если учитывать, что сами продукты по себе суперэкономичные. Пользовалась я, девчонки, на протяжении, наверное, года-полтора. Это точно. Скраб хорошо скрабировал кожу, очищал ее и не травмировал. Хотя здесь частички такие крупные. Но они были в кремовой основе и это как-то сглаживалось. А вот увлажняющий такой крем. Крем-бальзам, наверное, что ли. Или крем-лосьон. Он очень был такой нежный, очень легкий. Я в основном использовала его весной, осенью, летом. Но вот сейчас зимой добила и мне уже увлажнение было маловато. А так на теплое время года для комбинированной кожи, для нормальной кожи вполне неплохо. И под макияж, и в качестве ночного ухода. У него, кстати, очень такой классный состав. И там много минералов мертвого моря. За кожей ухаживает, в принципе, неплохо. Вот такая маска для лица от бренда НАТО Косметик подошла к концу. Недавно у меня был обзор на эту марку. И это маска с ахакислотами. Я про нее рассказывала, что действия от этой маски я увидела не сразу. Она не сразу себя проявила. Нужно было недельки так две активно ей попользоваться, чтобы увидеть результат. Эта маска размягчает верхний ороговевший слой кожи, убирает все омертвевшие клеточки. Соответственно, за счет этого улучшается цвет лица. Убираются какие-то черные точки, загрязнения, убираются шелушинки. Понравилось. Аромата практически никакого не имеет. И действовала очень бережно. Но, конечно, с такими продуктами надо не забывать о солнцезащите. Потому что маски с ахакислотами кожу делают более уязвимой именно к солнечному излучению. В Лиза Бокс мне попадался вот такой маленький сухой шампунь от бренда Батист. 50 мл. Знаете, маленький да удаленький. Я пользовалась им, наверное, около месяца. Ну, конечно, не каждый день по мере необходимости. Но все равно такого маленького объема мне хватило надолго. Что мне понравилось? Это его приятная отдушка. Это то, что волосы неплохо, так знаете, приподнимает у корней, придает объем. И визуально делает волосы более чистыми. У меня еще есть две миниатюрки. Одна такая же оригинальная, другая с ароматом вишни. Как закончится, обязательно куплю полноразмерку. Потому что вещь очень крутая. От бренда Green Pharma подошел к концу вот такой крем от морщин вокруг глаз. У него удобная была упаковка. 15 мл. Я использовала утром, потому что крем легкой текстуры. Он быстро так впитывается под глазками. И совершенно не скатывается. Макияж потом так же не плывет, не скатывается. И мне понравилось то, что неплохо увлажняет. Правда, я не знаю, как он будет бороться именно с возрастными изменениями. Потому что, повторюсь, текстура очень легкая. Но мне понравилось то, что он разглаживает зону под глазками. Немножко ее осветляет. И неплохо так увлажняет. Вот лично для моего возраста подошел замечательно. Вот такая печаль у меня случилась. Закончился сиси-крем от бренда Lumine. 6 в 1. У меня был оттенок Light SPF 20. Отличный продукт. Вот, девчонки, настолько он мне понравился. Он немножко схож с корейскими сиси и биби-кремами. Но он в то же время от них отличается. Он более легкий. Но, тем не менее, степень покрытия у него достаточно высокая. Хорошо убирал покраснения, какие-то неровности на коже. Скрывал прыщики. И кожу увлажнял. И кожа у меня с этим сиси-кремом. Она абсолютно не жирнилась в течение дня. Хотя кожа у меня комбинированная. Замечательно выглядел. Не смотрелся маской. Была вот недавно в Ривгош. И сиси-крем этот был по скидке. Но почему-то не взяла его. У меня сейчас появились другие новые продукты. А так, конечно, я бы его еще раз повторила. Но просто не вижу смысла копить именно тональные кремы. BB-кремы для лица. Потому что у меня их и так очень много. Надо доиспользовать. Но если вы в поисках хорошего тонирующего покрытия на каждый день. А я искренне советую. Очень крутой. И я знаю, что у многих девчонках он в любимчиках. Закончилась вот такая миниатюрка туши от Шанель. Я показывала, по-моему, в прошлых пустых баночках. Отличная вообще миниатюрка. Сейчас я постараюсь открыть. Намазала руки кремом. И не получается. Так, девчонки, сейчас, одну минутку. Мне такой миниатюрки хватает, не поверите, на месяц использования. Вот такая, как мне кажется, удачная щеточка. Тушь сама ультра черная. Реснички разделяла хорошо. Придавала объем, удлинение. Обязательно буду искать еще такие миниатюрки. Как-то, знаете, на полную версию раскошелится вот жаба душ. Это вот такими миниатюрками я всегда пользуюсь с большим удовольствием. Закончилась у меня помадка от Фаберлик. Честно, не помню уже, что это за серия. По-моему, даже в каталоге ее уже нет. Но сама помадка мне очень нравилась. У нее был такой универсальный оттенок. Вот знаете, на каждый день быстренько губки накрасил. Даже там без зеркала и побежал. У меня эта помадка была в рабочей косметичке. Я в течение дня очень часто поправляла с ее помощью макияж губ. Отлично я не сушила губки. Надо еще что-нибудь у Фаберлик такое похожее посмотреть. Выбрасываю вот такой лак для ногтей от бренда Essence. Он не понравился мне, потому что он плешивит, он плохо сохнет. Либо он мне попался какой-то испорченный. Вот не знаю в чем дело. Хотя лаки от Essence я очень люблю. Но этот, к сожалению, сплошное разочарование. Впервые попробовала маску для лица от бренда Ахрамин. Это отбеливающая, увлажняющая маска. Она идет, по-моему, с экстрактом орхидеи и с ромашкой. Очень мне понравилось. Я обязательно буду еще покупать такие масочки от Ахрамин. Так личико классно напитало, увлажнило, раскладило. И вот прям кожа была потом после маски настолько приятная, настолько отдохнувшей. Отличная масочка, я могу ее посоветовать. И также закончилось у меня две морских соли для ванны, которые я покупала в магазине FixPrice. Это крымская морская соль с ароматом апельсина. Именно с отдушкой апельсина, девчонки, не берите. Потому что отдушка в ванной раскрывается неприятно. Объем большой 1200 грамм. К качеству самой соли у меня претензий нет. Но вот отдушка у них абсолютно не получилась. Зато могу посоветовать вот такую соль натуральную. Она ничем не пахнет. И вот она намного и намного лучше. Хорошо растворяется. Не оставляет после себя никакого мусора. А кожу смягчает просто идеально. Поэтому вот такую могу посоветовать. Также могу посоветовать с лавандой, с розой. Но почему-то мне отдушка именно апельсина не очень понравилась. Это была первая часть пустых баночек за декабрь месяц. Я вас приглашаю во вторую часть. И увидимся совсем скоро. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok